Здравствуйте, в эфире ДПСНО ОТС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите в этом выпуске. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Один большой груз протаранил другой. Оба водителя госпитализированы в нейрохирургическое отделение районной больницы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ На место отправят ближайший экипаж, который вычисляет машину из общего потока. Инспекторы предложат подозреваемому доказать невиновность и продуть волкотестер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Другим новостям. Власти пришли к выводу, что метрополитен работает только на 80% от реальных возможностей. Поэтому необходимо увеличить нагрузку на этот вид транспорта. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ежедневно метро пользуется примерно 265 тысяч пассажиров. При этом пропускная способность 350 тысяч человек в сутки. Эксперты считают, чтобы увеличить пассажиропоток, мэрии города надо закупить новые электропоезда и удлинить уже имеющиеся составы до 5 вагонов. Также необходимо скорректировать график движения транспорта, который дублирует метро. План изменений уже разработан и сейчас он на стадии согласования. Октябрьский мост капитально отремонтируют только к 2023 году. К чемпионату мира по хоккею. Пока же сделают точечную реконструкцию полотна, а следующей весной возможно заменить на переправе железобетонную стяжку, на которую и укладывают асфальт. Не исключено, что ремонт на этой переправе сделают чуть позже, чем ведут в эксплуатацию 4-й мост. И на то время, пока движение по Октябрьскому мосту будет заблокировано, проезд по новой эстакаде станет бесплатным. Валидаторы для сбора денег установят после завершения капремонта. Но пока жители Новосибирска продолжают присылать жалобы на неудовлетворительное состояние проезжей части. Провал посреди моста так и не устранили. Из-за этого образуются пробки. В области ожидают сильное весеннее половодие, но власти готовы и уже обозначили самые проблемные участки, которые могут оказаться подтоплены. К таким относятся объекты в Качковском, Карасукском, Краснозерском и Сузунском районах области. Там дороги расположены вблизи рек и ручьев. В зоне риска и участки расположены поверх плотин, к примеру, как в Чинах и Машковском районе. Сейчас специалисты районных администраций проводят мониторинг водотоков, а спасатели следят за прохождением льда по рекам. В необходимых местах проведут взрывные работы. Для ликвидации возможных разрушений уже заготовили песок, щебень, бутовый камень, а также металлические и железные трубы. На этом у меня пока все. Присылайте свои фотографии и видеоматериалы на почту. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире.